Окей, мы собрали. Сюда нельзя, сюда нельзя. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Poppy Playtime. Недавно вы обратили мое внимание на эту игру, и мне стало любопытно. Я ее еще ни разу не включал. Впервые самые сочные эмоции. Чем-то напоминает мне Five Nights at Freddy's. Вот такой вайб у этой игры. Итак, chapter 1. Будучи бывшим сотрудником Playtime Core, вы наконец-таки возвращаетесь на фабрику спустя много лет после того, как все исчезли внутри нее. Все исчезли, понимаете? Теперь это мне еще и Бенди напоминает. Если кто-то не смотрел, у меня есть прохождение и Five Nights at Freddy's все частей, и есть еще и Бенди все чепторы. Вы сейчас увидите самую невероятную куклу из когда-либо созданных. Ее зовут Поппи. И она первая по-настоящему разумная кукла. Маленькая девочка может говорить с ней, и Поппи будет ей отвечать. Это первая кукла, которая по-настоящему может вести беседы с ребенком. Сложно поверить. Просто смотрите. А я не верю. Я не верю, пока сам не увижу. Ё-моё! Я не хочу это видеть. Поппи такая же милая, как и настоящая девочка. И она разговаривает, как настоящая девочка. Привет, меня зовут Поппи, и я люблю тебя. Пока интеллекта не... Как-то не видно. Ну, конечно же, Поппи. Как и любая настоящая девочка, Поппи хочет выглядеть неотразимо. Отлично! Спасибо! Ее волосы не выпадают, когда вы ее причесываете. И они пахнут прямо как цветок мака. Хочешь что-нибудь еще сказать, Поппи? Поппи, я настоящая девочка. Прямо как ты. Который час? Час игры! И если вы хотите посмотреть, как создаются любимые игрушки страны, компания Playtime предлагает экскурсии по своей фабрике. Всего за 2,99 за человека. Вы проведете целый час на самой волшебной фабрике в мире. Очень стрёмно. Если вы не ждете, приезжайте к нам на фабрику. Зловещая долина какая-то вот начинается. Чувствуете? Чувствуете это? Поппи Плей Тайм. Блин, мне нравится. Стильно. Атмосферу нагнали. Я прям почувствовал. Все думают, что сотрудники исчезли 10 лет назад. Но мы все еще здесь. Найди цветок. Потом выяснится, что внутри этой куклы душа настоящей девочки. Дочери фабрики. Дочери не самой фабрики, а директора фабрики. Короче, ребят, готовы к обсерушкам? Если готовы, то пятюлю пам! И понеслась. Сейчас все будет. Сейчас мы, конечно же, как следует постремаемся. Но Евгений смелый. Он недавно прошел Грэнни на хардкоре. На самом экстриме. Вот здесь. Посмотрите, пожалуйста, на это. Я сижу, жду, когда загрузится игра. Уже долго сижу. Наконец-таки! Пришлось перезайти в игру. Короче, она что-то глюканула. Итак. Escape to pause. Чтобы игру на паузу поставить, если вдруг обосремся. Короче, нам нужно с вами пойти и найти... Погодите, что это такое? Кассета. Мы можем даже ее посмотреть. Да? Кассета. Надо будет ее где-то применить. Короче, нам нужно найти цветок. Вот наша задача. А вот видак. Так. Смотрим. Здравствуйте. Меня зовут Лейт Пьер. И я глава отдела инноваций в компании Playtime Co. И если вы это видите, значит вы вторглись незаконно на эту территорию. Мы проигрываем эту кассету по кругу каждый раз, когда закрываем фабрику на день. Поэтому, нарушитель, чтобы ты был в курсе. Хоть мы в первую очередь и гордимся нашими прекрасными игрушками и заботой о детях, но мы также можем похвастаться и нашей системой безопасности. Например, это учреждение напичкало скрытыми датчиками движения, которые при активации тут же включают сигнализацию фабрики и вызывают полицию. И это самая прирученная часть нашей охраны. Никаких спойлеров. В общем, ты предупрежден. Еще не поздно повернуть назад. И я лишь надеюсь, что ты уверен в том, что то, что ты делаешь, того стоит. Меня предупредили. Нас предупредили. Послушаем мы, конечно же, нет. Идемте. Зачем нам сюда? Непонятно. А, мы, наверное, пришли отсюда. Нет, мне кажется, мы пришли вот отсюда. Значит, давайте разберемся. Мы можем присаживаться. Мы можем бегать. Мы можем прыгать. Все. Предметы нельзя... А, нет. Физика здесь присутствует. Очень здорово. Не знаю, нужно ли это для чего-то или нет. А что это за звуки? Воу, прикольно. Вообще бы я хотел на экскурсию вот в такую вот фабрику. Чтобы игрушки были повсюду. Это, не знаю, мне кажется... Это прикольно, когда есть такие места, которые позволяют тебе окунуться в детство. Но только не вот конкретно такие места, которые в итоге потом тебя кровью забрызгают. Короче, мы должны найти что-то. Я так понимаю, у нас будет много каток. Будет приходить попь и убивать нас. Нам сказали про прирученную систему безопасности. Что это такое? Непонятно. А, вот первая загадка. Все, я понял. Нам нужно последовательность какую-то найти. Так, так, так. Где-то здесь... Ага. Возможно, оно вот. Красный, синий, желтый. Значит, красный, синий, желтый. Белый. Нет? Это, по-моему, единственное место, где здесь вот такая последовательность. Давайте попробуем желтый. Белый. А желтый больше нельзя. Все. Тогда ресет. Пробуем просто желтый, синий, красный. Нет, нам нужен еще какой-то, четвертый. Белый, желтый, синий, красный. Окей, мы делаем неправильно. Все понятно. Нам нужно искать другие подсказки. Возможно, эта комната нам поможет. Мы можем прям высоко забраться. Воу. Оставить паровозик. А! Ладно, мы его задели, но он нам тоже никого толка не несет. Нет, погодите, погодите. Паровозик имеет разные цвета. Их четыре. Зеленый, розовый, желтый, красный. Сейчас проверим, работает это или нет. Зеленый, розовый, желтый, красный. Да! Все, надо внимательнее быть. Смотрите, мы в какой-то, не знаю, это security комната. И здесь еще одна кассета. Окей. Вот, сюда. А, кассета синяя для синего видока, понятно. Play time. Устройство для хватания. Ага, она прицепляется к нам со спины, затягивается. Лямки вот эти. Мы можем обе руки вот так вот взять в свои руки. И на расстоянии что-то хватать. Быстрее дайте мне этот комплект. Круто. Мы можем даже подтягивать предметы себе. Не стреляйте в сотрудников. Иначе оторвете голову. Ага, можно даже вот так делать. А, ооо, серьезно. Она будет так работать? Короче, используйте ответственно. Хорошо, хорошо. Давайте. Я хочу. О, блин. О, блин. Офигеть. Значит, чтобы выстрелить левой рукой, нажмите... А! И удержите, чтобы тянуть объекты. Погодите, неправильно. Вот. Либо мы можем просто нажать, и он как-то из-за... Подсечет вот этот стул. Слушайте, это прикольно. Мне нравится. Но почему-то у нас только пока одна рука. А где еще одна? Эм... Так, что-то мы теперь можем делать. Нет. Блин, прикольно. Я не ожидал, что что-то такое здесь будет в игре. Я думал, мы просто будем бегать от твари, и все. Тянем. У-у-у! Паровозик трогать нельзя. Я пока не особо понимаю, что нам нужно делать с этой рукой. Все, паровозик точно не трогаем. Возможно, нам нужно... Вот сюда! Ладно, хорошо. А, все, надо удерживать. Круто. О! Креповато. А, смотрите, реально этот трос... Как-то, видите, загибается. Немного креповато, конечно, но... Тем не менее. И мы видим длину. Все, это максимальная длина руки. И вот он изгибается. Здравствуй. Ты Поппи? Нет, ты не Поппи. Поппи это та кукла. Ну, ты, возможно, монстр, который будет за мной охотиться. Так как ты был на постере. Короче, Плейко разрабатывает свои иг... А, разрабатывает сотни игрушек. Но... Ни одна не коннектилась так с людьми. Точнее, не вызывала такой отклик у людей. Больше, чем Хаги-Ваги. Наш основатель Элиот Ладвик целился... Хотел создать игрушку, которая могла бы обнимать бесконечно. Понимаете, да? К чему? Вот эта штука, походу, будет обнимать. Как и всегда, процесс создания... Четырехступенчатый процесс создания самых, как сказать, достоверных игрушек компании Playtime Co. увенчалась успехом. Всего лишь небольшое количество проволоки и полиэстера, и наш любвеобильный голубой парень Хаги... Синий, точнее, парень, стал живым. Хаги-Ваги стал самой популярной игрушкой, которая продавалась наиболее успешно у этой компании. Окей, давай, пятюля. Я так понимаю, мы должны нажать кнопку? Это неприятно. Ой! Я так понимаю, так нельзя было, да? Это неправильно я сделал. Окей. Но мне нужна вторая рука. Ключ! Отдал. Все, забрал. Наверное, сюда нужно пойти. Да! Нужно включить электричество. Блин, мне нравится эта игра. Мне не нравятся эти плакаты. Все это выглядит очень как-то недружелюбно. Несмотря на то, что они как бы улыбаются. Смотрим. Что-то здесь надо поправить. Руками не трогать, но вот такими руками можно. Это что, крематорий какой-то? Вот, 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 вот. Что-то здесь надо. Нет. А-а-а. Что я нажал? Что я нажал, блин? Какой-то свет изменился, да? Ладно, идем вот сюда. А! Открывай, блин. Слей! Есть! Ух. Значит. Схватите, чтобы... А-а-а. Электричество немножко, энергия подать. Я как будто бы ее забираю, если честно. А-а-а. Ну-ка. Нужно тронуть проводом. Вот это вот столбик. Все, я понял. Блин, какая крутая механика. Есть! Слушайте, это очень клевая игра. Давайте попробуем снова. Надо убедиться только, что никто на нас не смотрит. Инновации. Чем инновации? Вы сделали самые криповые игрушки. Вы видели? Я видел. Ой, блин. Ну, не знаю. Лестница в ад. Ну, не знаю. Ладно, идем. Блин. Фух. Перестань. Ты брось мне эту игра. Все, бежим. Просто бежим. А, нет. Это была загрузка. Вы видели? Подлак такой. Небольшой подлак был. Это все мне не нужно. Прикольно было бы, если бы можно было использовать эти руки, чтобы подтягиваться, как... Как гарпун. Стойте, смотрите. Здесь еще один видак. Оранжевый. Нужно найти кассету. Оранжевый. 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 Мы типа что с ним сделаем? Мы его сейчас... Поднимем, подтянем, вытащим. О, я его взял. Все, вставляем. Хорошо. Нужно теперь найти следующий. Нужна красная рука. У меня ее нет. Что-то... Попробуем здесь пройти. Хрена. Так, так, так. Просто, получается, спускаемся вниз. О-о-о. Мерзкие игрушки. Это что такое? Просто так. Вижу. Желтый. Еще два. Смотри внимательно, Евгений. И вы, друзья, подсказывайте мне. Как вы можете подсказать мне? Лайком. Чем больше лайков, тем больше я понимаю, что делать. Мы можем туда вниз? Нет, не можем. Так, ну где же еще? Вижу тебя. И, скорее всего, где-то там. Нет, там просто рука. Там, кстати, та самая рука, которая мне нужна. А где еще один модуль? Смотрите. Не-не, продолжай, продолжай, продолжай. А, мы же здесь были. Ну ладно, кассеты пока нету. Красного не хватает. Где же красный? О, смотрите, нашел желтую кассету, наконец-то. Давайте посмотрим, что на ней. Рич, где они держат коробки с Хаги? Я не знаю. Даже предположить бы не мог. Ты помнишь, когда здесь в последний раз убирались? Нет. Вот именно. Все в этой компании занимаются какой-то ерундой. Ой, я клянусь тебе, я не видел ни одной коробки на своем месте с тех пор, как они стали заваливать склад парохлом для сирот. Ага. Я понимаю, это хорошая программа и для бренда полезна. Просто трудно радоваться за это, когда производство отчитывает нас за то, что мы не можем найти эти чертовы коробки Хаги. Рич? О, ты прав. Ты прав. Это... Это для сирот. Просто хотелось бы, чтобы здесь было поменьше коробок. Хоть немного меньше было бы лучшественно. Лучшественно? Что это за слово такое? Короче, чуваков бесят коробки. И забавно, что эти дневники все вот напоминают... Очень игра напоминает Бенди и Инк Машин. И, кстати, я все никак не могу понять, что мне делать. Точнее, я понимаю, что мне делать. Мне нужно найти красный, вот это, не знаю, красное устройство, которое нужно вставить в тот пульт. Но я не могу его найти. Здесь его нету просто. Вообще, пришлось снова перезагрузить игру. И вот теперь, смотрите, все как-то очень легко находится. Вот еще одна. Сейчас, извините. Иди сюда. Раз. Раз. И где-то последняя. Вот. Вот. Была где-то, я помню. А, вот и где. Есть. Где же была в тот раз? Где она заспаунилась? Непонятно. Но уже и не суть. Главное, что мы перезашли. Оказывается, здесь предметы рандомно спаунился. Это интересно. Да, мы не будем уже это слушать. Мы просто включили, чтобы, мало ли, нам бонусы в конце дадут. Смотрите, есть, работает эта фабрика. О, она сама будет все делать. Она сейчас принесет мне новую руку. Я так скучал по тебе, правая рука. Иди сюда, я сам тебя возьму. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А, стой. Ладно, спущусь. Просто швырнул мне, как будто я чмо какое-то. Есть. Итак. Правая и левая попр... Стой, стой. Есть. Есть. Я всегда мечтал, чтобы была такая игра про Человека-паука, где ты можешь сам, как ты хочешь, вот так вот цепляться. Правой рукой и левой рукой. Пускать паутину в разные стороны. Нам сюда. Нам сюда. А зачем нам сюда, когда мы можем... Ну, ладно. Ого. Что? Чтобы завершить схемку. Что надо схватить? А, погодите, нам сюда. Блин. А мы не можем сюда пройти. Что-то надо взять? О чем вы? Вот мы здесь. А-а-а-а. Так. Все, понятненько. Блин, неправильно сделал, да? Кажется, не в ту сторону сделал. Ай, а вторая рука. Что будет вторая рука делать? Она уже, получается, запитана. Стоп. Давайте заново. Поднимаемся здесь. Слушайте, кажется, я врубил. Значит. Вот так? Нет. Мы вот должны с этой стороны обогнуть. Схватили. Хорошо. Есть. Это очень оригинальная игра. Необычная механика. И теперь мы куда-то едем. И такие. Нет, стоп, стоп, стоп. Больше не надо. Все, хватит. Но, по крайней мере, еще ничего страшного не произошло. Есть только вот такие вот маленькие штучки, которые немножко тревожат меня. Блин, мусор. И вот сейчас будет эта лампа, кажется, сюрпризом. Блин. Да меня везет. Ой-ой-ой. Кажется, то место мы больше не увидим. Так. Что у нас тут? Рычаг. Давай, 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 рычаг. Тянись. Не можем. Не можем. Мог быть, мы можем сразу двумя. Нет. Нет. А, тут надо еще вот это. Но тут что-то не работает пока что. Блин, игра душевная. Мне очень нравится. Значит, кнопочка. Нам нужна энергия. Давайте найдем ее. Энергия где-то наверху. И музыка такая приятная. В ней есть немножечко грусти. Смотрите, розовый видак. Где-то, значит, найдем розовую кассету скоро. Так, стоп. Вытянули. А вот и кассета. Иди сюда. Давайте сразу заценим. Итак, Стелла. Почему вы решили работать на фабрике Playtime Co? Играть в игрушки, когда я была молодой, было просто волшебно. Я могла перемещаться из своей спальни в любую точку мира. Это было такое прекрасное чувство. И иметь возможность работать на фабрике игрушек в месте, где я могу обеспечить другим детям такой же опыт. О, это тоже прекрасное чувство. Иногда я прям очень-очень хочу вернуться назад. Я про детство. И это странно. Потому что взрослые — это дети, только старше. Я не думаю, что кто-то чувствует себя по-настоящему взрослым. Но твое тело стареет и стареет. Ну, а потом ты умираешь. Человеческие тела просто не могут оставаться вечно молодыми. Но есть то, что может. Например, есть деревья, которые могут оставаться живыми гораздо дольше, чем человек. Я имею в виду, что самые старые люди на Земле все равно гораздо моложе деревьев. Поэтому мне кажется, что все остаются молодыми относительно чего-то. Верно? Интересный взгляд. О, ладно. Мы, кажется, немножко отошли от темы. Я тоже об этом часто думал. Для меня взросление — это в каком-то роде разочарование. Потому что... Не в том, что... Нет, взрослым самый кайф быть, я считаю так. Никогда бы не хотел вернуться в детство. Но, когда я был маленький, я взрослость по-другому себе представлял. Я думал, это что-то другое по ощущению, нежели вот это. Ладно. Напишите в комментах, что вы думаете насчет взрослости. Так как... Блин, здесь надо как-то по-другому действовать. Мне кажется, вот так надо. Да-да-да-да-да. Все. Отпускай, отпускай, отпускай. Отпускай. Здесь, мне кажется... А. Погодите. Получится? Нам хватит? Нам, блин, хватит. А. Нельзя скречивать лучи. Вот это говно. Мы можем сделать вот так, например. О, погодите. Все, я понял. Мы... Мы не можем сделать... А-а-а. Блин, какие крутые здесь пазлы. Это очень здорово. Значит, 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 значит. Допустим... Не, мы не можем здесь схватиться. Во-первых, тут нам нужно еще вот это использовать. Давайте подумаем. Нам в любом случае необходимо будет вот здесь пройти. А можем ли мы... Стоп. Давай, цепляйся. Цепляйся. Ну. Зацепились. Вот сделали так. Сделали так. А-а-а. И... А! Нет! О, боже мой. Ладно. Все, отцепляемся. Ой, как больно. Что происходит? Что? Я вкоцался? Все-таки здесь можно упасть. Даже несмотря на то, что я себе как-то высоту поубавил. Благодаря рукам. Но игру это не волнует. Тут, видимо, триггер такой, что все. Здесь падаем. Смотрите, мне кажется, я думаю, что нам не нужно вот здесь эту штуку делать. Нам нужно ее вот сюда. Пока я не привык мыслить... Знаете, как в портале говорят, мыслить портально. Здесь надо мыслить как-то иначе. Эм... Сейчас, еще раз. Зацепили. Оп. Ага. Нет. Так это здесь не работает. Давай, двигайся сюда. Хорошо. Попробуем пройти здесь. Двигайся сюда. Окей. Вот. Делаем вот так. Делаем вот так. И мы опять не можем никуда пройти. Почему? Стой, 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 стой. Погоди. Давай-ка попробуем сначала не трогать. Просто пройдем вот сюда. Сейчас будем думать. Блин, нельзя так идти. Вот так. Эм... Но и все равно мы немножко лоханулись, так как у нас не та рука задействована. Или ей не важно. Погодите, а может быть ей все-таки не важно? А если вот так сделать? Раз, обогнули. Два, обогнули. Стоп. Ну, что-то, что-то уже вырисовывается, по-моему. Но все равно не то. А, черт, нет! Опять упал. Ау. Вот мы зацепились. Ам... Теперь. Вот так. Так. Я чувствую, что мы где-то вот рядом. Например, вот. Сработало. А почему до этого не работало, я не понимаю. Неважно. Главное, что мы электричество наконец-таки включили. Давайте еще раз попробуем. Вот я падаю. Ай! Хруст был характерный. Немножечко застанило нас, но мы в порядке. Все, мы включили. О, блин, страшно! А-а-а-а, хорошо. Ладно, давайте. Надо что-то скормить этим ребятам. М-м-м. Няма. Няма. Всякие игрушки. Пошло производство. Я слышал какие-то звуки, как будто бы паровозик. А-а-а, мы можем... Можем ли мы на этот конвейер зайти? Нет, мы не можем здесь. Но мы можем вот за этот механизм зайти. Нет, не можем. Блин, там... Какая жесть. Я думаю, эта игра также вдохновлена еще и порталом. Так как все вот это очень напоминает портал. Именно... Такое вот огромное череждение. Вот эта дырка вниз, ведущая непонятно куда. Что мы должны здесь делать? Так. Никто не уходит без игрушки. Я тоже хочу себе игрушку. Может быть, мы сейчас что-нибудь сделаем себе? Мы сейчас скормили все этой машине. Сделай себе друга. Собственно, этим мы и занимаемся, да? Вроде как. Вроде как. Тут, смотри, вообще все очень плохо. Здесь все разбито. Вот эта капсула. Голову мы даже тоже взять не можем. Смотрите. Это мой друг. Иди сюда, друг. Есть. Собственно, теперь я должен его вот сюда, видимо, поставить. Да. Все. Окей, мы собрали. Сюда нельзя. Сюда нельзя. А! Блин! О-о-о-о! О-о-о! Я не ожидал. Соб, а куда? А куда? Схватиться. Нахрена я делал этого? Зачем я делал эту гребаную игрушку? Смотрите. Что-то сейчас появится здесь. Давай. А! Вот это было неожиданно. Ты нужен мне живым. Это Поппи говорит? Вставай. А! Как прикольно они оправдали смерть в игре. Они сделали это частью сюжета. Каким-то образом меня высвободили. Это хорошо. Значит. Что-то должно здесь нам пойти послужить оружием. Я не знаю, правда, что. Окей. Так, 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 так. Блин. Блин. Ладно, бежим, бежим, бежим. Ты будешь работать? Нет? Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да! Второй раз тоже было неприятно, так же, как и первый Слишком рано умирать Вставай Фух, пробуем снова Бэм, тварина вышла А, может нам надо сюда побежать Дверь же открылась, почему я не увидел сразу этого Бежим, я ничего не вижу У меня есть фонарик? Давно у меня есть фонарик? А эта штука за мной продолжает бежать? Блин, я не знаю, я не хочу проверять Вау О, нет Оно бежит за мной Нет, сюда Блин, как это нервозно Все тигры, когда за мной что-то бежит, очень нервозное Гораздо больше жизней Под угрозой, чем твоя Боже мой Вставай Нам надо бежать Вот на эти тексты Нет, на эти надписи Но это как-то меняет наоборот Говорит, что не надо бежать Ладно Попробуем Сюда А И понеслась Фух Фух, фух Давай, соберись, Евгений Раз, два Опасность Нет Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-айgado Сюда Сюда Здесь и, underwater Немного выбора Кроме как бежать на эти устрашающие надписи Страшающие надписи А Все ниже мы Не знаю, я не знаю. Ой, зря, ой, зря. О, фух, я выжил. Ой, фух, я выжил. О, ааа! Нет! Ааа! Тварь! Куда? Бежишь! О! Да боже мой! Я не готов в этот эпизод заново. Я вообще медленнее бегу. Прыгаем, прыгаем. Прыжки нас ускоряют. Куда? 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 О, стоп! Давай! Ну сюда! Что я должен, полиция? Ааа! Ааа! О, нет, нам придется заново. Только в этот раз мы попробуем спокойно. Без криков. Ведь уже не страшно. Уже все понятно. Размерено прохождение, понимаете? Просто бежим. Мы правильно бежали. Просто используем все эти надписи как ориентиры. Ой, нам сюда. Нам вот сюда. Все. Все очень правильно. Музыка определенно очень неприятная. Но мы уже знаем, что нужно делать. Оп. Вот сюда нужно бежать. Здесь самое то. Самый кайф. О, горка вниз. О, черт. Куда? Куда, блин? А, на дейнджер. Дейнджер. Все, нам сюда. Там, где дейнджер, там хорошо. Там безопасно. Это реверсивная психология. Понимаете? А, блин. Не хочу умирать снова. Как-то не хочется. Прям вот сейчас. У нас так все хорошо идет. Что? Не стоит умирать. Что вообще? Ой, блин. Так, ждем, 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 ждем. Давай, давай, открывай, 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 открывай. Все, мы уже почти здесь. Мы почти пришли. Да, быстрее. Вот, прыгаем, да. Не забываем прыгать. Все. Хорошо. Ой, я катянулся даже. Значит. Раз, два. О, я смог. Продолжаем? Мы как бы продолжаем. Стой. А что, что происходит? Отпусти. Отпусти, гребаный грамм. Я не могу. Она зацепилась за что-то. Все. О, фу. Фух. Кажется, это Хаги сраная упала. Что это за... Цветок, мы нашли цветок. Идем скорее к цветку. Смотрите, синяя дорожка и красная дорожка. А там где-то желтая. Кассета. Видак. Последняя запись. Эксперимент 1-0-0-6. Прототип. Очень тревожная. Координирование и кооперация очевидно в его наборе навыков. Ровно так же, как и в наборе навыков других экспериментальных моделей этого типа. И тем не менее, он пропал. Без сомнений, именно он является причиной сегодняшних событий. Его отсутствие — это изъян научного процесса, который ни при каких обстоятельствах нельзя было оставлять без внимания. Вот почему я делаю эту запись. Чтоб ту же ошибку не совершили дважды. Дальнейшие эксперименты необходимо проводить в специальных защищенных и изолированных локациях. Я не волнуюсь о себе. Один прорыв, и я вернусь снова. Мы должны пробиваться дальше в боиме науки, невзирая на то, понимают нас люди снизу или нет. Наконец-то... Опа. Кто-то сзади подбежал к нему. Главное, чтобы ко мне никто сзади не подбежал. Как говорил мой учитель по труду, никогда не подходите ко мне сзади. Я запомнил его слова, его учения. Учил он нас в труду, но научил в итоге охранять свою задницу. Идем. Что? Что это такое? Блин. Мы не можем, да, подвинуть этот шкаф? Ладно. Кукольный домик. Здесь есть что-то полезное для меня? Нет ничего. Ладно, пойдемте. Красный свет. Паппи. Паппи, это ты. Ну, давай я тебя вытащу. Паппи? Ты открыл мой футляр. Чептер 1. Вау. Блин, я не ожидал, что эта игра будет настолько клевой. Саундтрек, атмосфера, механика, история. Все вот прям на 5 с плюсом. Как мне кажется, это прям... Это может быть интересным прохождением. Что-то на уровне Бенди. А может быть даже и выше. Получается, они для этой игры специально снимали вот эти вот видео... Фрагменты. С рекламой. Нашли таких актеров, которые колоритно очень смотрелись. И изображение все выдавало вот эту вот ретровость. Я знаю, почему VHS эффект, старое такое плохое разрешение, плохой звук, создает это ощущение тревоги внутри. Потому что ты... Ты как будто в другой мир немножко попадаешь. Как будто бы тебя плющат. Ты привык вот к высокому разрешению. А здесь что-то не так. Музыка искажается. Ты знаешь, как должно быть. Но оно не так. И из-за вот этого, того, что ты видишь, что мир немного не такой, какой он должен быть, ты понимаешь, что ты в опасности. Где-то там нутро твое понимает это. И сообщает тебе сигнал «беги». Вы задумывались о том, как прикольно работает наш мозг? Что мы все осознаем, мы все понимаем, да? Мы, находясь дома, когда спим, мы же знаем, что наш дом надежно закрыт. Что никого нету дома, никого не может быть. Но стоит какому-то звуку немножко странному раздастся где-нибудь. Где-то там внутри просыпается это чувство «беги, будь начеку, опасность». То есть у нас всегда сидит два человека, которые абсолютно один глупый и только на рефлексах. И один умный. И они никак не могут договориться по-нормальному. Ладно, и неожиданное у меня размышление насчет этой игры в конце этой игры. Огромное спасибо всем, что смотрели, друзья. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, они будут в описании под видео. Ждите мой комикс. Очень скоро выйдет третий номер моего комикса Game Hunters. Это будет лучший номер. Вот прям отвечаю. С вами был Южин. И всем опять! Субтитры сделал DimaTorzok